Друзья, всем огромный привет! Всем здравствуйте! Меня зовут Таня, я рада приветствовать вас, дорогие мои, на своем канале. Сегодняшнее видео у нас будет парфюмерное. Я облачилась сегодня, припорошилась шарфиком и буду вот прям как бабушка, знаете. И буду вам сегодня рассказывать про ароматы осени, ароматы прохладные, ароматы дождя, ароматы холодных ветров, в общем, всех тех аспектов, которые сопровождают нас с приходом осени. Ноябрь уже на дворе, это было бы странно снимать это видео еще позже, потому что во всей основной части России, конечно, уже холодно, прохладно, осень вступила в свои права. Что касается места, где я живу, а живу я в Сочи на Красной Поляне, у нас здесь только сейчас, только в ноябре, и то ближе к вечеру проявляется осень. Долго не буду растягивать вступление, поехали! Итак, первый аромат, который я сегодня вам буду показывать, это будет Шанель Алюр. Аромат 96-го Годра, Годра, Годрикова впадина. Аромат цитрусовый, аромат пудровый и аромат белоцветочный. Основные ноты у аромата фрагрантика «Помоги» это персик, маракуйя, бергамот, ветивер и амбра. Флакончик очень минималистичный, прозрачное стекло, написано золотыми буквами «Алюр». Жидкость во флакончике такого персиково-янтарного, немножко даже коричневого цвета. Крышечка сама такая рыжая, пластиковая, легкая, и на ней вот такое вот золотое колечко. На нем написано «Шанель» 35 миллилитров. Я уже вот активненько им пользуюсь. Миллилитриков 7 точно уже испшикала. Этот аромат, это самый взрослый аромат в моей коллекции. Когда-то давным-давным-давно. Когда я еще жила под маминым крылом, я училась в школе, и я помню, что моя мама пользовалась вот этим вот ароматом. И я тогда еще пробовала его, вдыхала и думала, господи, ну как? Ну как этим можно пользоваться? Это ведь не вкусно, это не сладко, это как-то горько, строго и властно. Вот и что теперь? Я сижу и показываю, спустя года, показываю вам этот ароматец, что он в моей коллекции, что я его полюбила, и он теперь у меня есть. Это, девочки, просто старость. Все, больше у меня нет объяснений. Ладно, шутки в сторону. Этот аромат про теплые, теплые, пушистые, бархатные персики. Этот аромат очень мягкий, обволакивающий, приятный, комфортный, как свитер. Этот аромат про горькие корки апельсинов, немножко хвои, аромат очень строгий и элегантный. Я не ношу его со спортивной одеждой, это всегда у меня тренч, это всегда у меня какой-то плащ, это острые углы, четкие задачи. Аромат деловой, настраивающий на работу и продуктивность. Горькие апельсины вот здесь, они не дадут вам расслабиться. Они прям, вот знаете, держат в узде и на рабочем ладе. Появился этот аромат у меня в сентябре. И в сентябре в Сочи было еще очень жарко. Я его носила и понимала, что тяжело мне с ним, тяжеловато. Наши отношения развиваются не очень. Но вот сейчас, приходом холодов, на одежде в основном, этот аромат сидит прекрасно. Сидит прекрасно и как-то даже больше свежо и хрустально. Обобщая все вышесказанное, что мы имеем, это теплые, мягкие, пушистые, бархатные персики, горькие апельсины, немножечко хвои и такая вот пудровая, пудровая мыльность. Такая нота чистоты здесь тоже есть. Этот аромат предпочтительно для девушек 30+, на мой взгляд, субъективный. И для девушек деловых и деятельных. Следующий аромат, девчонки, у меня будет в миниатюрке. Я вам покажу, конечно же, как выглядит полноразмерная версия. Это Джо Малон Blackberry & Bay Eau de Cologne. Аромат свежий, древесный, камфорный. Этот аромат 2012 года. И основные ноты этого аромата это ежевика, грейпфрут, белый кедр и лавр. Этот аромат очень холодный, влажный и грустный. Осень у нас как началась, с холодных ветров, прохлады на улице, дождей, пасмурного неба, такого хмурого, мокрой листвы, мокрой древесины, мокрой лиственницы. Вот этим всем пахнет этот аромат. Да, здесь есть ягодные ноты ежевики. Даже не конкретно ежевики, как ягоды черные, а мокрого куста ежевики, усыпанного этими ягодами. Вот такое ощущение, что ты стоишь и вдыхаешь этот аромат после дождя. Настолько натуралистично и настолько вкусно и влажно. Аромат в принципе про влагу и про дождь и про грусть. Я вообще люблю очень дождь, именно такой, знаете, осенний, печальный, заливной, когда вот прям льет, льет, льет беспросветно. Вообще люблю вот эту вот осеннюю пору. Во-первых, у меня день рождения осенью. Я люблю водить машину под дождем, я люблю гулять под дождем. Я люблю сидеть, например, где-то в кафешке под навесом и смотреть на улицу, когда идет дождь. Он и не сладкий, и не кислый, нежный и не строгий. Он очень натуралистичный, он очень какой-то, знаете, органический. Он очень приближен к натуральным запахам природы. Именно осенней, влажной, дождливой. Конечно же, здесь есть цитрусы, они дают свежесть. Без них было бы вообще, я не знаю, печаль и депрессия. Но эти цитрусы очень быстро улетучиваются, в принципе, как и вообще весь этот аромат. Да, он нестойкий, он близкий к коже. Только очень близкие люди, которые будут вас обнимать, прижимать к себе и целовать, они почувствуют этот аромат шлейфа, особого не имеет. Но он очень необычный, он самобытный, он такой один, очень сильно отличается от всего остального. Аромат осени, грусти и аромат дождя. Это Blackberry & Bay. Брат по грустному настроению. Еще один грустный дождевой ароматец у меня. Это Мацаки Мацушима. Мат Эо де Парфюм. Аромат акватический, древесный, мускусный и свежий. Очень похож на предыдущее описание. Аромат выпущен в далеком 2005 году. В 2005 году протекала моя вот самая такая яркая, школьная, юная пора. Вспоминаю с благоговением. Основные ноты это чай, можжевельник, мята и черная смородина. Опять же, мокрый куст смородины, можжевельника после дождя. Вот ты стоишь в своих резиновых сапожках, собираешь эту черную смородину с куста на даче, захватываешь, набрал уже баночку, захватываешь напоследок два листочка смородиного листа, заходишь в дом, наливаешь себе горячий чай, бросаешь туда эти смородиновые листочки и согреваешься. Вот аромат камбэк. Камбэк в мое детство, юность, когда я ездила к бабушке на дачу, вот этот аромат меня туда просто вот окунает. С приходом холодов, когда такая погода становится более прохладная, я ношу этот аромат и прекрасно себя чувствую. Он отдает какой-то чистотой, свежестью и хрустальностью именно в холодное время года. Он свеж и маложав. Да, он не стойкий, да, он там не какой-то шлейфовый, но он не назойливый, не приторный, с грустинкой, с печаленкой. Такой меланхоличный, спокойный, гармоничный японец Масаки Мацушима. И это прям аромат дождя, мой аромат дождя. Хьюго Босс Лайф. Это у меня тоже от Ливанти. Конечно же, покажу вам, как выглядит полноразмерная версия. Это новый аромат 2020 года, аромат древесный, пудровый, коричный, с ноткой корицы. Основные ноты этого аромата это ваниль, слива, корица и оливковое дерево. Этот аромат появился у меня сразу же, после того, как он вышел в свободную продажу в парфюмерный мир. Мои знакомые и друзья начали себе его покупать, делиться своей радостью от покупки в инстаграмчике, снимали stories и покупали сразу, знаете, вот не маленькие какие-то версии, а вот по соточке прям сразу. И меня уже тогда это как бы привлекло, значит, что-то в этом есть. Раз люди вот прям сразу покупают все вот такие вот боди, надо попробовать. Сразу хочу отметить, что я честно не понимаю, почему этот аромат позиционируется как женский. Да, в нем есть ваниль, да, в нем есть корица, ну и что? Этот аромат, в нем есть какая-то такая стальная жесткая горечь, которая меня, вот честно говоря, относит больше к мужской парфюмерии, чем к женской. Этот аромат это просливовое варенье с корицей, немножко какой-то горькой травы сухой, чабреца, древесины. И все это раскрывается в такую чистую, спокойную, тихую ваниль. Стопроцентный унисекс, либо, окей, либо это аромат для очень сильных женщин, волевых, не знаю, карьеристок, спортсменок, руководителей. Это стопроцентная осень во флаконах, Югобосс, Alive. Ну и последний аромат, девочки, на сегодня, ааа, это звезда, это жемчужинка моей коллекции, я сейчас просто с ней в любви, в запое. И я наношу ее вот просто, я не знаю, даже когда глажу, глажу белье, я вот просто обшикиваю все, вся и белье, и облако вокруг себя делаю. Потому что это невозможно, это просто невозможно. Я как мышонок, который вот так вот, вот летит на этот аромат, как на аромат сыра. Боже мой, это Coco, Mademoiselle Chanel, новая версия Le Privé. Цитрусовый, пудровый, цветочный, аромат 2020 года. Это парфюм для ночи, мандарин, роза, белый мускус. Как только появился, я сразу пошла его потестила. Ну и что вы думаете, 50 миллилитриков у меня уже в арсенале. Очень красивый флакон, минималистичный, классика Chanel. Единственное, что отличает его от всех остальных классических флаконов Chanel, это то, что он матовый, видите, он как будто бы замороженный, frozen. И вот на другой стороне, на спинке этого парфюма, на разных языках мира написано, что это night fragrance. То есть аромат для ночи на французском, на немецком, на всех-всех-всех языках. Вы, наверное, не видите, но вот там вот мелким-мелким шерифтиком написано. Ну, а здесь уже название Coco, Mademoiselle Chanel, такая вот белая небольшая наклеечка. Дом Chanel рекомендует наносить этот аромат на постельное белье, на волосы, на вашу домашнюю одежду, на ночную шелковую рубашку, на кожу, естественно. Я не знаю, его можно вообще везде наносить. Даже вот я, бывает, на шторы себе его наношу, открываю окна, и чтобы этот аромат распределялся по квартире. Представляете, какой тяжелый случай. С оригинальной версией этого аромата у меня вообще сложные отношения. Тот оригинальный Coco, Mademoiselle, без Le Privé вот этого вот, очень яркая, кричащая, очень громкая, удушающая для меня. Я просто действительно не могу носить такие кричащие ароматы, потому что я ощущаю, что не я, точнее, ношу аромат, а аромат как бы берет и носит меня таким образом. Здесь же такое ощущение, что аромат оригинальный разбавили на 50% водой, и вот, вуаля, моя идеальная концентрация. С этим ароматом я готова жить, дружить, любить и все остальное. Аромат необыкновенно прекрасно, мягко, вкусно сочетает в себе горечь апельсиновых корок и легкую такую чистоту, пудровость розы. Девочки на фрагрантике уже, конечно, разбомбили этот аромат в пух и прах, что аромат испорчен, что все, дом куда-то катится, пошел под откос, все плохо, аромат нестойкий. На мне этот аромат держится 2 часа, но, девочки, ну я вас умоляю, ну аромат предполагается для ночи, аромат предполагается для отдыха и расслабления. Ну каким он должен быть, если нестойким, легким, акварельным и таким вот прям облачком-облачком, ну каким? В общем, девочки, кто давным-давно не может подойти к шипрам Шанель, кто давным-давно хочет что-то приобрести себе из дома Шанель, но считает, что это какая-то слишком бабушкина классика, вот, вот эта красота, вот эта вот милота, нежность, попробуйте ее обязательно. Эталонный Шанель, это эталонные французские духи, здесь есть капелька жасмина, чистота, хрусткость, такая, знаете, хрустальная, точнее, свежесть, пудры, розочки, здесь есть немножко такой колкости шанелевского шипра, конечно же, дерзость цитрусов, очень вкусно, по-осеннему, элегантно, стильно и, ну, правда, эталон, эталон Шанель. Ну и все, девочки, на этой ноте надушимся немножко, о боже, осень теперь в моей квартире, я очень была рада поделиться с вами своими любимыми осенними ароматами, очень надеюсь, что это видео было вам интересным и полезным и развлекательным, конечно же, если это так, если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии этому видео, мне будет очень приятно, ваша обратная связь. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка будет под этим видео, раскрывайте и там будет прям такая длинная ссылочка, кликайте, обязательно переходите в гости. Пишите мне, какие у вас осенние ароматы, какими ароматами на холодное время года вы уже сейчас пользуетесь, может быть, подкиньте мне какую-нибудь идеечку новую, может быть, приобрету себе что-нибудь интересненькое. В общем, девочки, всем огромное спасибо за внимание, до скорых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok